Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер. Меня зовут Вилли. Итак, заливайте себе там кофеек или заваривайте доширак, что вы там больше любите. И поговорим с вами немножко сегодня об экипировке. То есть мы сегодня поговорим с вами об дешевых экипировках и о дорогих экипировках. Какие у них есть преимущества, какие недостатки. Я поделюсь своим сугубо личным субъективным мнением. Оно может отличаться от у вас, оно может отличаться от моего. Так что давайте просто немножко порассуждаем на эту тему. У меня, допустим, за свою мото-карьеру был различный экип. И дешевый, и дорогой, то есть и кожаный, и текстильный. Поэтому, скажем так, если вы ищете влагозащитность, то есть именно водонепроницаемость, то, скажем, куртки в ценовом сегменте где-то 200 евро плюс-минус, то это все такая условная влагозащита. Во-первых, там не будет дорогой мембраны, хороший, качественный, это уже понятно. Она либо будет водонепроницаемой, но она будет вообще не дышащей, то есть вы будете в ней преть, но она будет водонепроницаемой. Либо у нее будет водонепроницаемость условная такая, знаете, рассчитанная на райдеры выходного дня, которые вот в основном ездят при хорошей погоде, но иногда может случиться так, что попал под небольшой дождик, и в принципе она отработает нормально. Но если вы путешествуете и преодолеваете длинные расстояния, скажем, тысячи километров, и где вероятность дождя, хорошего дождя, проливного, где вы будете целый день ехать под дождем, то такая куртка в принципе вас не спасет, это будут просто потраченные деньги. Допустим, у меня были штаны, ну и как были они у меня и до сих пор есть, как бы они от Альпинстара, то есть они туринговые, позиционируются себя как тоже, скажем, водонепроницаемые, но у них тоже водонепроницаемость она условная. Проблема в том, что таких штанов стоимостью за 200 евро их хватает буквально на один сезон, потому что у них материалы, соответственно, используются не то, что нужно, мембран нету, и, скажем, у них жопа вышаркивается. И к чему это приводит? Скажем, если вот я сейчас на их модных штанах еду, скажем, под небольшим дождичком, ну так минут 10 льет, то это приводит к тому, что у меня трусы мокрые. То есть вода просто через жопу стекает, и у меня получается трусы мокрые. То есть толку от этих штанов нет. Поэтому, чтобы какая-то влагозащищенность была, их надо каждый сезон менять. То есть каждый сезон отдавать по 200-250 евро, что-то как-то это дорого. Не знаю. Плюс у такого сегмента, у них, как правило, нет никаких вентиляций. Они-то, как правило, максимально простые, удешевленные варианты. То есть там нет никаких дополнительных замочков, которые вы можете открыть. Ну какая-то, может, минимальная вентиляция будет, которая будет работать так себе. Но все же. У дорогих курток, у них, курток вообще, у экипа, у них дело с этим обстоит немножко иначе. Во-первых, там используются дорогие качественные мембраны типа Gore-Tex. Эти куртки дышат. Эти куртки не промокают, не пропускают ветер. И они реально работают в долгую. Поэтому, если вы, скажем, райдер выходного дня, то покупать, конечно, подобный экип, это, может быть, для вас будет пустая трата денег. А для путешественников самое то. И в долгую эта инвестиция окупается. Ну, это, опять же, сугубо лично мое мнение. Я вот так думаю. Так вот. Ну, не всегда, не всегда. Вот у меня, допустим, есть куртка альпинстаровская. Она позиционировала себя как водонепроницаемая. И она себя показала как таковая. Скажем, я вот ездил пару лет назад на Nord Cup. Проехал семьдесят половиной тысяч километров в ней. И, скажем так, она не подвела. То есть, эта куртка, она состоит из двух частей. У нее внутрянка идет как худи. Это альпинстар монстр. И куртка сверху. Она реально водонепроницаемая. И стоила, в принципе, небольших денег. Ну, у нее, что касается вентиляшек, только вот с боков есть пару вентиляшек. Ну, в принципе, на такую, на нормальную погоду, на 20 градусов, она вот прям хорошо. Да, но это, скажем так, исключение из правил. Все, что у меня было после, это уже не то. Если вы мало ездите, не стоит покупать что-то дорогое и качественное. Ну, если, конечно, у вас есть много денег и вам просто хочется, почему бы и нет, если есть возможность. А если вы планируете путешествия, то лучше, конечно, подкопить немножко, может быть, и как-то взять нормальный кип. Опять же, смотрите, как вот я рассуждаю. Что касается уровня защиты. У дорогих курток он, как правило, выше. Смотрите, если вы выезжаете очень редко, то вероятность попасть в аварию на мотоцикле, она крайне мала. То есть, близка к нулю. Ну, минимально, скажем, да. Если вы там раз в месяц или раз в недельку выезжаете. А если вы выезжаете каждый день, то, соответственно, вероятность, она повышается. Или вы, скажем, едете куда-то в путешествие и вы целыми днями в течение месяца едете. То вероятность, она увеличится. Соответственно, я считаю, что тут и защита должна быть тоже, соответственно, выше. Дабы минимизировать риски. И еще такой вот нюанс. Скажем так, когда вы в путешествии, вот представьте, да, если у вас некомфортный, некомфортный экип, грубо говоря, да. Вы, когда в путешествии, вы, скажем, едете несколько дней подряд, да. То есть, ваш экип, это ваш второй дом практически. Вы постоянно находитесь в этом экипе, в этой одежде. Поэтому должно быть всегда комфортно, как дома. То есть, должно быть сухо, тепло, уютно. Потому что большую часть времени вы находитесь в этой одежде. Поэтому более дорогие вещи, дорогой экип, он как раз может дать вот это ощущение, что, в принципе, классно. Поэтому более легкий, дешевый экип. Я не говорю, что дешевый экип плохой. Но в долгую он вам не даст этого чувства комфорта и вот этой безопасности. Еще раз подчеркну, ребята, я не хочу сказать, что это вот, кто носит дешевый экип, это лохи. Нет, ни в коем случае. То есть, у каждого есть своя целевая аудитория. Поэтому тут надо смотреть по ситуации. Как вы ездите, на чем вы ездите, куда вы ездите. И я как бы не хочу сказать, что это сейчас все, всем надо обязательно покупать самый дорогой экип. Нет, для кого-то это вообще не целесообразно. Ну ладно, ребят, не буду разводить тут вам воду. В принципе, все, что я хотел сказать по этому поводу, я как бы сказал. Ну, надеюсь на ваши комментарии. Кстати, да, вот про эту куртку, которую я носил, это не реклама. Но просто, если вдруг кому любопытно, у меня на канале есть видосы, где я ездил по Норвегии. И там вот можете увидеть эту куртку, скажем так. Ну и вообще просто посмотреть, как я ездил в Норвегию, в Швецию. Так что, всем приятного просмотра. С вами был Вилли, канал Мотохайкер. Увидимся, до новых встреч. Ну, от вас жду комментарии, подкидывать, может быть вы там подкинете мне какие-нибудь идеи, вопросы для следующих видосов. Сейчас постараюсь выпускать чаще видео. У меня был тут такой, скажем так, творческий кризис, небольшой застой, ничего не хотелось снимать. Ну и сейчас потихоньку это меняется с приходом весны и ближайшего сезона. Так что все, увидимся, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok